МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы поправились, что такой законопроект уже вносили, но тогда его не приняли, потому что большинство учителей сказали, что система работает эффективно. Вот вопрос к вам. Вы лично за ЕГЭ или против? И почему? Пишите, звоните, с удовольствием выслушаем ваше мнение. Но давайте разберемся во всем по порядку. Борис Валентинович Илюхин, старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования РАНХИКСа на студии. Здравствуйте, Борис Валентинович. Добрый день, Алена. Добрый день. Мы сегодня, наверное, с вами будем оппонентами. Я так подозреваю. Потому что я матушка-ребенка, которому в ближайшее будущее, еще годика-три, придется сдавать ЕГЭ. И я вижу, что происходит с моим старшим ребенком, который говорит, я, наверное, уйду в колледж после девятого класса. Я говорю, зачем тебе в колледж? ЕГЭ не надо сдавать. Я говорю, да что ж такое за монстр этот страшный, это какое-то чудовище, это ЕГЭ, от которого детей буквально трясет. Но вот мы почему, собственно, к этой теме-то перешли. Это так называемые поправки президента в послании Федеральному собранию, когда он говорил о том, что в этом году выпускники смогут воспользоваться второй попыткой пересдать ЕГЭ. Ну, кстати, давайте послушаем, что говорил президент и обсудим это сейчас. Учебная нагрузка для детей должна быть разумной и сбалансированной. Конечно, явно не на пользу делу, когда на уроках учат одному, а на экзаменах спрашивают другое. Такое несоответствие, мягко говоря, между школьными программами и вопросами на экзаменах, а такое бывает, к сожалению. Но это вынуждает родителей нанимать репетиторов. А ведь далеко не всем это по карману. Я прошу коллег из правительства совместно с педагогическим и родительским сообществом разобраться с этой проблемой. Она очевидна. В этой связи и о едином государственном экзамене. Он по-прежнему вызывает широкую общественную дискуссию и споры. Мы всё об этом хорошо знаем. Действительно, механизм ЕГЭ должен совершенствоваться. Должен совершенствоваться. Есть вопросы к ЕГЭ. То есть, говоря о том, что да, у нас давно, и система у нас вроде бы как уже отлажена, и вот раньше было хуже, там методом тыка, да, один из трёх вариантов. Сейчас уже СМ пишут. Вроде как он совершенствуется. Но с другой стороны, как вам кажется, почему сейчас в обществе вот эта дискуссия по поводу ЕГЭ не прекращается? Алена, вы знаете, вот как тоже папа-ребёнка, который сдавал, в смысле сдавал ребёнок. Как бывалый, да. Да, как бывалый. Мы любим разбираться в разных вещах. Но обычно, если вот у нас проблема с весом, как у меня, да, и встаём на весы, и видим то, что нам не нравится, и весы мы не выкидываем, и не разбиваем об стенку, и не принимаем законопроект об отмене вставания на весы. В этом смысле итоговая аттестация – это отражение, на самом деле, того, что происходит в образовании. И то, о чём сказал Владимир Владимирович, если чему-то в школе, что в школе не было, там, выдано в том виде, в котором надо, да, или ребёнок этого не добрал, и ребёнок начинает этого бояться, и экзамен становится какой-то пугалкой, и становится неверием в собственные силы, на самом деле, ну, даже не я, специалисты, которые, так сказать, предметники утверждают, что ничего там особо страшного не в девятом классе, кстати, девятый класс – это отдельная тема, да, там тоже есть экзамен, только называется «Основной государственный экзамен». Вот, после девятого класса ничего там страшного особо нет, и вопросы достаточно несложные, но, тем не менее, достаточно, ну, значительная часть детей, к сожалению, с ними не справляется. Вот, и вот это действительно то, что надо обсуждать, почему это происходит, что в школе не так, что в программе не так, что в часах не так, и тут я абсолютно тоже согласен, что нельзя объять необъятное, и все предметы затолкать в рамки одного несчастного школьника, вот, в конце концов, надо… Ну, раньше как-то заталкивалось, мы же с вами учились в советских школах, я не боялась школьных экзаменов, да, я понимала, что мне придется не погулять там пару месяцев, да, весной, но я сдам его, даже если я, может быть, что-то не… но я все равно сдам. Ну, собственно, сейчас это… Мы все были спокойными. Собственно, сейчас это так же и происходит, и, кстати… Нет, не происходит. Как же нет? Дети нервничают. Смотрите, у меня даже есть статистика, это пояснительная записка к законопроекту от партии, которого на сила с каждым годом наблюдаются увеличения качества суицидов среди подростков, сдающих ЕГЭ. Так, в 2023 году случаи зафиксированы в Брянской, Забайкальской областях, где несколько выпускников умерли вследствие самоубийства сразу после обнародования результатов. ЕГЭ не проверяет глубину знаний, заставляет испытывать ребенка колоссальный стресс, а это все сказывается на здоровье. Альян, ну, очень бы хотелось, чтобы коллеги из Думы приводили все-таки количественные оценки, если увеличилось, то на сколько и во сколько раз, да, это очень больная на самом деле тема. И это действительно проблема, ну, проблема, если вы уж вспомнили про 80-е, 90-е годы, там она тоже существовала. Вот, в моей школе был ребенок, который вот так же вот сходил на экзамены. Не справился. Не знаю. Не справился эмоционально. Ну да. И поэтому, наверное, главный совет родителям, да, который можно в этой ситуации давать, уважаемые родители, давайте с детьми, ну, не в порядке, так сказать, напряжения на сдачу, да, а, ну, это дети, бывает всякое, не справился – пересдаст, ничего страшного в этом нет. Поэтому жизнь – это правда, это главное, да, она не стоит, на самом деле, никаких экзаменов, даже хороших там или плохих, вот. Но что касается дальнейшего будущего, то, наверное, все-таки на первое место я бы предложил ставить знания и навыки ребенка, которые он получает в школе. И если, опять же, мы вспоминаем там учебную нагрузку, то в часах она немножко, правда, подросла за последние там 20 лет, не сильно, но подросла. Вот. Но по уровню программы, программа существенно усложнилась. Давайте послушаем родители. Они к нам уже дозванивают в студию. Ольга из Вологодской области у нас на связи. Ольга, здравствуйте. Ага, здравствуйте. Здравствуйте. Я бы хотела выступить, вот знаете, сказать что, что я, например, против отмены вот этого ЕГЭ, потому что другого-то у нас пока ничего не придумано. Но было раньше. Но вот на что заменить-то, вот, например, предлагается? Ну а как было раньше, так нельзя? Почему нельзя вернуться к обычным экзаменам в школе и вступить? Ну раньше, понимаете, можно сделать. Но дело все в том, что раньше, согласитесь, во-первых, много было коррупции. Мне кажется, вот это более такой вот метод, скажем, без коррупции. Ну, как говорится, не такой уж коррупционный. Да. Ну согласитесь, было такое. Да было, конечно. Конечно. Когда звонили учителям, мы говорили, обратите внимание, пожалуйста, на работу этого ученика, потому что он идет на красный, на красный там аттестат. Было, конечно. Но ведь смотрите, есть еще интересная история. По-моему, сейчас, как альтернатива ЕГЭ, можно по результатам Олимпиад, по-моему, да, поступить в ВОЗы. То есть, если ребенок, ну это, знаете, про талантливых детей. Ну мы говорим не про отмену ЕГЭ, а про альтернативные способы. Ольга, спасибо огромное. Я вас на самом деле поддержу. Вспомню, 88-й год. В этом году, ну в общем, как и до и после, для того, чтобы поступать в московские ВОЗы, надо было уезжать где-то в самом начале июня месяца до выпускного. Там были отдельные экзамены в МГУ, СПБГУ и московские ВОЗы. Кто не поступил, потом ехали в регионы. Еще раз сдавали экзамены, перед этим в школе сдавали экзамены. То есть, и получается, что человек, который хотел поступить, он сначала сдавал в школе математику, потом сдавал математику где-нибудь в Москве или в Санкт-Петербурге, потом приезжал к себе в регион, во сколько вузов поступил. Математика там Новосибирского госуниверситета отличалась от математики Новосибирского электротехнического института. Это были какие-то разные... Чем они отличаются, не спрашивайте. Наверное, по сути, вряд ли чем-то, да. Но экзамены разные, нервы разные. Каждый раз ходи, каждый раз что-то пиши. Если мы сейчас говорим о том, что все критерии описаны давным-давно, то в этом смысле любой экзамен, будь то ЕГЭ или не ЕГЭ, должен проводиться по понятным и открытым правилам. И чем больше эти правила понятны и просты, и чем меньше они вызывают стресса, тем проще будет их, наверное, всем сдавать. Давайте послушаем Владимира Истульской. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте. Рассказывайте. Я лично поддерживаю формат ЕГЭ. У меня сын полтора, ну, два года назад сдавал. И когда люди, вот, они против ЕГЭ, я даже вот среди знакомых, люди, как правило, ну, большинство из них пожилые, и они, может быть, раньше, когда была угадайка, там были всякие нелепые вопросы, там, и они так остались на одном уровне. ЕГЭ, он же трансформировался, и чисто угадайка нету. Там, вот, по математике. Это я тот самый пожилой. Значит, все. Другой вопрос, что я столкнулся с другой проблемой. Так. Я общался, пришлось с репетиторами. ЕГЭ усложняет, ну, чтобы отсечь, я так понимаю, как вот Греб говорил, ну, детей бедных от высшего образования. Зачем оно всем нужно? Вот идите, там, курьерами, еще с кем-то, там. Вы платили, Владимир? Это была политика усложнения. Кроме того, вспоминать в советское время. Вставал я в советское время сам экзамены. Ну, стресс, а не всегда стресс, а любой экзамен стресс. И там я в академии, допустим, учился. Кто-то ступор на экзаменах уже на любой сессии вставал и не мог там рассказать. Мало того, что когда в советское время сдавал, у нас мы с преподавателем договорились по физике. И скинулись ему деньжонок, и он нам сказал, где какой билет будет лежать. Ну, правда, мой билет перепутали в результате. Ну, честно. Я к тому, что он говорит, вот, в советское время было отличное экзамены. Ну, а чем именно отлично-то? Потому что в советское время мы были молоды, и все у нас было хорошо. Спасибо большое, Владимир, за то, что позвонили. Кстати, мы вот не спросили у Владимира по поводу платил ли он. Сегодня родители столичных школьников, информация, в среднем тратят на подготовку к ЕГЭ от 250 тысяч рублей. Но суммы могут достигать полумиллиона и больше. Ну, это связано с тем, что в Москве много частных школ, так или иначе, там репетиторство очень развито. Мы тоже об этом как-то с вами недавно здесь говорили. То есть вопрос в том, что ладно бы бог с ним учился, учился, сдал ЕГЭ и так далее. Но в какой-то момент, я, например, по своему ребенку смотрю, учителя как будто бы начинают чуть-чуть нагнетать. Они говорят, да ЕГЭ осталось, нужно подтянуть этот предмет. И ты такой, боже мой, все пропало, ребенок не сдаст. Ты говоришь, так, мы не гуляем, мы сейчас занимаемся математикой, так, нам нужен репетитор, который тебя подтянет. Зачем? Откуда это все вообще взялось-то? Ален, мне кажется, что вы очень правильно поднимаете эту проблему психологического климата в российских школах. Не буду говорить сейчас, наверное, за все. Да, но тот пример, который вы привели, он достаточно показателен. Когда в боязни, что кого-то за что-то накажут, хотя это другая совершенно история для другого разговора, кого и как, и могут ли вообще за это наказать, да, у нас школа не отвечает, по сути, за результаты ребенка, к сожалению. Хотя нет, почему сейчас же учители, я знаю, преминируют за то, что они подготовили стубальников? Ну, знаете как, за олимпийских медалистов, за олимпиаде, так сказать, за олимпийских чемпионов тоже можно премировать, но сколько этих стубальников и в каких школах они сосредоточены, вот тут у меня на самом деле есть несколько критических слов, да, потому что в моем понимании премировать надо человека за то, что он хорошо выполнил свою работу. Например, ребенок, да, максимально выложился, да, и сдал на свои, там, 75, вот, и прыгнул выше головы, вот за это надо премировать. А если, ну, так сказать, при всем уважении ребенку, который сразу было понятно, что он, там, суперпобедитель, супермедалист и суперсупер, он свои 100 баллов получил, так в этом заслуга непонятна. То ли школа, то ли репетиторов, то ли родителей, то ли его самого и кому давать время. Так считать сложнее. Помните, в советское время был анекдот, да, это не анекдот, да, это история, помните, старая, про то, что педагог одного из вузов, не буду говорить, какого города, брал деньги с поступающих с обещанием пролоббировать поступление. Ну и, соответственно, если ребенок поступал, то поступал, а если не поступал, он возвращал деньги родителям, говорил, ну, не смог, как говорится. То есть человек ничего не делал и получал, и прекрасная схема работала. Кстати, мы вот поспрашивали тут на улицах городов ваши отношения к ЕГЭ Пскова, Санкт-Петербурга и Самары. И давайте посмотрим, что люди отвечали. Я только за, потому что, вот сдавая ЕГЭ, во всяком случае, моя старшая дочка получала возможность поступить в Питер. Против. Потому что они как роботы решают эти тесты. Это удача, лотерея, выиграть, не выиграть. Это ЕГЭ не часто построено на знаниях, а чаще на удачу. Схему поступления можно проработать было не только в ЕГЭ, а просто додумав ту нашу классическую систему. Человек, ну, который сейчас уходит в большую жизнь, должен все-таки логично рассуждать, думать. Знания должны быть объемными, а не чисто вот так вот, знаете, вот как анкета ответила. Ну, для меня это неправильно. Ты учишь все по этому предмету, а то, что попадется, ты не знаешь. Поэтому ты учишь полностью предмет. ЕГЭ нужно, но его нужно как-то упростить, как-то сократить, потому что многие школьники, они, как правило, слишком напрягаются и за него боятся, что не сдадут, так как программа слишком сложная. Ребенок, который сидит на экзаменах, он, естественно, очень волнуется. Вот, и от волнения, понятно, может не там поставить цифру или галочку. Сама ЕГЭ не сдала, к сожалению. Вот, много нервов из-за этого потеряла, поэтому негативно отношусь. Очень сложные задания на уровне университетских, скажем так, вопросов. Вот, как бы в школе такие вопросы вообще не ставятся, не проходятся. Надо ЕГЭ выключать билеты, чтобы каждому своя тема была, потому что так будет больше как бы успеваемости и все. Вот, посмотрим. Знаете, значит, один из источников дает отношение к ЕГЭ. Положительное относится 17%, отрицательное относится 63%, ну и безразлично, говорят нам как-то, в принципе, все равно 20% опрошенных граждан. Это вот такое мнение по ЕГЭ сейчас. У меня, может быть, я ошибаюсь, у меня сложилось такое ощущение, что те, кто уже сдал ЕГЭ, они как-то вот как вот женщина после родов говорит, да нормально все, там прекрасно все проходит. А есть те, кто вот, они в преддверии или они с этим не сталкивались, то они как-то переживают эту тему. Ну, Лена, вы знаете, очень хотелось бы, чтобы опросы проводились среди людей, которые имеют к этому отношение. Вот, правда. Так, смысл вопроса в том, что надо проводить среди всех? А для всех это общественное мнение. Вот, как сказала одна из интервьюируемых дам про какую-то угадайку, да, которой там уже давно нет, вот Владимир, кстати, правильно сказал, вот если поразбираться в вопросе, вот угадайки там давно уже нет, эссе дети пишут задания на умение формулировать свою позицию, там давно уже превалируют, вот, угадать практически тоже уже ничего невозможно. Но, тем не менее, а мнение осталось, знаете, как, ложечки нашлись, а осадочек остался. И вот эта вот инерционность нашего сознания, ну, наверное, она тоже имеет место быть и тоже в вопросах присутствует. Если же говорить о фактах, на самом деле, да, то справляется у нас большинство выпускников, которые сдают экзамен, есть дети, которые не справляются, ну, вот у них и отрицательное отношение, у девушки, собственно, тоже с этим происходит. Вот интересно, конечно, вот при, сейчас все время эту фразу повторяю, уж простите меня, да, когда была советская система обучения, что ровно так же столько детей не справлялось с выпускными экзаменами, как с ЕГЭ сейчас? Есть два ответа на этот вопрос. Так. В цифрах и на самом деле. Так. Вот, на самом деле, по нашим оценкам, примерно столько же. Просто, если, знаете как, вот это так же, как у нас иногда с нехваткой учителей. Вот, судя по официальной статистике, у нас учителей хватает. Да у нас вообще безработица несколько. Да, и безработица. Ну, про экономику не буду, а про учителей у нас нет дефицита учителей. А если посмотреть в конкретную школу, то математик в возрасте 50 плюс, при всем уважении, с нагрузкой полторы-две ставки, это сейчас практически норма для другой школы. И поэтому, как говорил классик жанра, есть маленькая, а есть статистика. Вот, поэтому в этом смысле, я думаю, что успешных-неуспешных детей было примерно столько же, потому что, ну, традиции советской школы никуда не делись, как бы, образование, система достаточно инерционная, а хотелось бы, на самом деле, больше. Кстати, если мы сравниваем с 90-ми годами, то уровень, с 80-ми даже, то уровень доступности высшего образования сейчас в России, ну, раз примерно в 10 выше, да. То есть не было столько мест в вузах никогда, вот как сейчас. То есть у нас бюджетных мест примерно это половина числа выпускников, если не больше. У нас сейчас присоединяется Александр Олегович Карпов, руководитель программы «Шаг в будущее», доктор философских наук. Александр Олегович, здравствуйте. Добрый день. Критики ЕГЭ очень часто ссылаются на некую баллонскую систему, которая якобы сейчас заместила наше прекрасное советское наследие. Вы согласны с тем, что стало хуже? Или нет? Или наоборот, все расцвело прекрасными цветами? Извините, я бы вообще рассмотрел вопрос несколько по-другому. Так. Ну, мы сейчас находимся приблизительно на такой стадии, что наконец-то начинаем понимать, что образование – это прежде всего культурная такая вещь, культурный феномен, который должен базироваться прежде всего на наших традициях культурных, на нашем педагогическом опыте. И, конечно, мы должны участвовать, использовать то, что делается в таких прогрессивных технологиях, в образовательных и так далее. Поэтому говорить о баллонской системе – это очень странно. И вообще, на мой взгляд, просто потому что она, ну, она никаким образом не относится абсолютно к культурному другому мира системы, понимаете? Абсолютно. Я бы по-другому вам сказал. Вот вы сейчас начали замечательный вопрос задавать. Мы прослушали на улице людей. Мы видим, что к ЕГЭ относятся плохо. Но почему-то никто не говорит о том, как ЕГЭ, как школа в этом плане, она влияет на всю страну, на ее развитие. Вот здесь говорили о доступности. Очень странно, конечно, коллега сказал, что доступность та же. Не знаю, когда я учился в Бауманском, у нас спокойно было 89-90% в иногородних группах. Доступность не только этим мерится, сколько там и как. А вот что ЕГЭ сделала, она, конечно, я тоже рассчитывал, что наша система образования, она такая консервативная. Потому что я системой образования занимаюсь, это моя тема исследований. Я 30 лет этим занимаюсь. Вот я один из самых системных авторов научных в России в 1% вхожу. И в 14 странах мои работы опубликованы. И что касается консервативной системы, меня очень удивило, как быстро наша школа разрушилась и превратилась в какой-то институт, я не знаю, чуть ли не тюремной такой вот культуры. Но это про экзамены, когда детей там сопровождают и так далее. Так вот, что далось по моим исследованиям. У меня вышло 20 лет исследований, вышла книга «Общество знаний. Здесь исследовательское образование. Университет 3.0». Вот она. Я не буду на статьи ссылаться, у меня их очень много. Я просто вам покажу из этой книжки несколько графиков. Так вот, к сожалению, наше образование очень сильно повлияло, уровень нашего образования, на то, где уходится наша страна. Вы знаете, есть два индекса Семерного банка. Инновационный индекс конкурентоспособности страны. Ну вот мои исследования, в частности, ну и они в известных журналах за рубежом здесь опубликованы. Вот смотрите, график, наше состояние, наше инновационного индекса. Вот он. Он сопоставить как пила. Так знаете, с кем он конкурирует? Просто реки и маврики. Вот понимаете, что это такое? Так, а откуда такие данные тогда у нас? Это Всемирный банк, это отчеты, это индекс, который, мировой индекс, его Всемирный банк рассчитывает, Всемирный экономический форум, точнее, рассчитывает. Это общепризнанные параметры. Дальше. Вот если говорить, они делят на шесть групп, там, страны. Вот наша страна сейчас, ну, недавно, по конкурентоспособности, это было инновационное, а по конкурентоспособности на 43-м месте. Вот табличка. И посмотрите, вот здесь вот есть серая зона зашликованная. Так вот, все это время на этом месте, на хорошем, был Азербайджан. А мы только последние два цикла. Подождите, Александр Олегович, то есть получается, что ЕГЭ во всем виноват? Он нас так обрушил. А я хочу сказать, вы помните слова, приписываемые Бисмарку? Я сейчас до этого дойду просто. Немножко еще дайте мне пару слов сказать. Он говорил, он приписывается, он говорил, что школьные учительы выигрывают войны. Школа выигрывает экономическое соревнование. Вот если говорить про наше образование, вот по данным, например, мы находимся где-то в районе Чили. Вот здесь диаграмма черная вверх, это наша Россия. А вот то, что внутри, это остальной мир, но это по лидерам. Мы находимся в очень плохом состоянии. Здесь качество образовательной системы отвратительное, качество математического и естественного научного образования отвратительное, возможность сохранения планок. Просто это официальные данные, которые измеряются почти каждый год. Так вот, а теперь к школе. Почему-то вот, коллеги, есть обычная система изомера наших успехов. Вот, скажем, система ПИЗа. Мы в ней участвовали. Так вот, представьте себе, что мы занимали в последнем исследовании ПИЗа 33-е место в области, естественно, научной грамотности школьников. Причем, я когда посмотрел с 2009 года оценки верхнего уровня, 5-6 уровень, у нас они так катастрофически малы, они еще уменьшаются и уменьшаются. А вы говорите о том, что школа не влияет. Вот прямая корреляция. Хорошо, Александр Олегович, а чего, скажите тогда, пожалуйста, лишены стали наши дети в результате, как вы говорите, ЕГЭ? То есть, что они потеряли? Я вам скажу, что превратилась в школу, хотите? Конечно. Я тезисно скажу. Познание стало мнемотехникой, то есть запоминанием. Знание транслируется как информация. Урок стал опросом, учитель-контролером, класс-разобщением, а педагогическая опека стала дисциплинарным надзором. Это такие метафоры. Но вы понимаете, что мы лишились? Измерительные материалы, что они вытеснили из школы? Качество духовного мира, подлинность гражданской позиции, способность человеческого понимания совследию. А что сформировали? Клиповое сознание, программированное мирозрение, ультитарно-програничное восприятие. Вот интересно, там несколько десяток лет назад было заключение филологического факультета МГУ. Наберите просто, я сегодня даже набрал его. Оно доступно в интернете. Там дается оценка ЕГЭ, так сказать, ученым советом филологического факультета. Она не только положительная, она говорит о разрушении, образовании. Они же не работают с этими школьниками. Но я тоже с ними много работаю, поскольку у нас 150 тысяч каждый год участвуют школьников. И поэтому здесь я как бы не только как ученые говорю. У нас многие учителя из тысячи школ участвуют. Я знаю их мнение. Я его стараюсь транслировать вам. И, к сожалению, это все влияет на экономику, на наш уровень жизни, потому что, правильно говорили опрошенные, мышление исключено из школы. Это страшное дело. И, конечно, говоря про советскую систему образования, она имела много недостатков. Много. Не надо их воспроизводить, может быть, сейчас. Но мы должны создать такую школу, которой бы мы гордились, и которая бы работала на страну, на экономику, на людей. А доступность, о том, как говорят эти люди, которые делают ЭГЭ, доступность. Очень много исследований научных, не те, о чем мы говорим, а научных исследований, которые полностью разбивают в цифрах все эти демагогические вещи. Александр Ильич, я надеюсь, что вы к нам придете как-нибудь в студию, и мы более подробно на эту тему поговорим, потому что я вижу, у вас много информации, много графиков. Спасибо огромное за то, что нашли для нас сегодня время. Александр Олегович Карпов, руководитель программы «Шаг в будущее», доктор философских наук, был с нами на прямой связи. Но вы знаете, Борис Валентинович, вот я вот как этот, как Бриданов осел такой между двух стажочков сена, я вот о чем подумала. Ведь по большому счету способность размышлять, делать логические выводы, вот я же смотрю тоже по своим детям. Отсюда до сюда, вот отсюда до сюда. Я очень помню, как хорошо, как выстраивались уроки в нашей школе. То есть понятно, что были предметники, которые, как, например, по истории, даты, мне нужны только даты, и события, больше ничего. Я не говорю вам процессы исторические, я не рассказываю, что за чем следовало, мне нужны только даты. Были преподаватели, которые учили рассуждать. Они говорили, да, вот этот элемент такой-то, но посмотри, вот дальше он проходит вот здесь и здесь и здесь. О чем это говорит? То есть они задавали вопросы и включали детей в диалог. И эти предметы сейчас, как ни странно, я знаю лучше, потому что я не просто сидела и слушала, а я была вовлечена в эту дискуссию. Хотя она знает этот предмет, она знает, что там происходит. Ей было важно заинтересовать ребенка, чтобы он тоже включился в процесс. Неужели, вот мы сейчас говорим о том, что ЕГЭ развивается, неужели в этой системе нет места размышлений? Лен, ну, во-первых, есть. Вот тут я сначала хотел отнестись к словам коллеги, но, наверное, давайте потом как-нибудь. Да нет, обязательно скажите. Вот давайте про размышления, потому что вы понимаете очень главную, ну, очень практически самую важную проблему любого образования. То, для чего наши дети учатся в школе. Да, чему это образование способствует. Чему оно учит? Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Наверное, главный ответ, тут я с коллегой соглашусь, один из главных моментов – это умение думать. Упомянутое, вот, коллега, исследование ПИЗа, значит, сеть, которое сейчас уже не проводится, но это исследование, посвященное как раз умению рассуждать. И это исследование, проводимое в России, кстати, с конца 90-х годов, и выявило проблемы. Он говорит, что мы там, не важно, на каком мы месте, важно, что вот это исследование породило целую программу. Слушайте, ну, мы уже… Все равно не хочется быть на уровне там… Вопрос же не на каком месте, да, вопрос, что на самом деле. И вот на самом деле эта проблема была зафиксирована, и на самом деле и программы школьные менялись, собственно, в направлении этого. И если мы уж говорим про ЕГЭ, то ЕГЭ сейчас меняется ровно вот в эту сторону. Если мы посмотрим там на любой предмет, да, история, это не просто приведение фактов, да, а это описание событий, то есть это именно сочинение рассуждения. Математика, решение задач составляет примерно 60, то есть развернутое решение – это более половины оценки, именно развернутое решение, ход решения. Как ты думал? Да, как ты думал, что ты делал, да. Не ответ там 5, 6, 8, практически на самом деле любой предмет, я уж про литературу не говорю, да, сколько копий было сломано. И заметьте, что вот качество самих измерителей, ну, к тому, к тем весам, да, ребенок же может написать, вот этого не было в школьной программе, поэтому я это не обязан знать. И тогда ему должны поставить балл за это. Но, во-первых, такие случаи сейчас крайне редки, а во-вторых, сколько вот мы с этим сталкиваемся, столько, ну, люди, которые этим занимаются, отвечают, что уважаемый, учебник такой-то школьной программы, на странице такой-то, вот извольте, да, вот извольте посмотреть. А если, к сожалению, так не сложилось, то, ну, извините, так сказать, это уже вопросы, наверное, все-таки к самому. Я не хочу сейчас сказать школа, потому что образование – это дело и родителей, и ребенка, и школы. Я очень хорошо помню, что когда я училась в школе, ну, еще и потом до этого еще, очень модно были у писателей-фантастов рассказы про то, что советские школьники там в каких-то совершенно экстраординарных условиях придумали что-то совершенно невозможное, какой-то выход из сложной ситуации, благодаря своей смекалке, находчивости, благодаря тому, что они занимались в кружке юных пионеров, а вот американские школьники или школьники Африки, они проиграли, потому что у них не было этих навыков. И мне всегда казалось, что, ну, наши-то школьники, они самые-самые, самые крутые, они всегда найдут на что опереться, у них смекалка лучше работает, чем у всех остальных. Сейчас я так понимаю, что как будто бы вообще образование стремится к некой стандартизации и универсализации. То есть мы как будто чем-то гордились очень долго, а потом нам сказали, да не надо это все, есть же, посмотрите, какая прекрасная новая система, она все изменит. Какая система? Тестирование знаний. А, тестирование знаний. Ну, то есть мы заменяем процесс обучения термометром или весами? Я ссылаюсь вот на Александра Олеговича, который сказал, что есть контролер, который требует отчета. И ты, как вот, как робот, должен всеми выдавать вот эти вот перфорированные таблички, чтобы они правильно там подходили. Пытался оппонировать, что контролер как раз и проверяет умение думать. И если с этим умением возникают проблемы, то, наверное, все-таки вот опять возвращаемся на шаг назад, да, никого не обвиняем, но задумываясь о том, где происходит сейчас обучение. У нас мир немножко меняется. Мы привыкли ругать школу. На самом деле, если раньше, вот пришел учебник, открыл параграф такой-то, читаем, там, размышляем, то сейчас образование получается везде. Можно говорить там про изменение восприятия, про психологические особенности, ну, наверное, эфира не хватит. Вот, но действительно поменялись дети, действительно поменялось восприятие. Должны поменяться подходы к обучению, однозначно, наверное, вот, и меняются. Но меняется сама, наверное, концепция образования. Образование, все-таки вот мы немножко забыли про его главную ценность. Мы забыли про то, что образование – это ключ к успешной жизни дальше. И появилось, что можешь не учиться, зато будешь много получать денег там на высокой зарплате и ничего не делать. И вот эта вот надежда на получение высокой доходности без уровня знания, она, наверное, сыграла злую шутку. То есть можно сказать, что здесь выходит на первый план амбиции родителей, которые, например, раньше говорили, да все будет хорошо, ну, не поступишь, поступишь туда, если ты... А сейчас родители настолько нацелены на успех своего ребенка, родители, пережившие 90-е, 2000-е, которые понимают, что вот здесь и сейчас нужно включаться. Может быть, это мы виноваты, что мы их так натаскиваем на это, что мы их так терроризируем этим всем? Ну, отчасти, вот вы правильно говорите, что те родители, которые, значит, пережили этот стресс, немножко тоже добавляют градуса. Вот. Но есть и другая категория родителей, тоже дети 90-х, которые как-то выжили и у которых нет вообще стремления, ну, вот, стимула, да. И часть из которых, к сожалению, перекладывает ответственность за собственных детей, там, на школу еще, на кого-то. Ребят, все только вместе. Вот только вместе нельзя выкинуть школу и сказать мы сами. Нельзя сказать, что школа должна. Вот тут, наверное, все-таки вот история с тремя... Участниками. Участниками, да. Давайте послушаем нашего гостя. Зумайра из Татарстана у нас на связи. Здравствуйте, Зумайра, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот я слушаю отражение. Я сама в 80-х окончила школу. Так. Здравствуйте. Да, Зумайра, мы вас слушаем. Вы закончили школу в 80-х, а как сейчас относитесь к государственным... Единому государственному... В этом году у меня в первый класс пошли дети двойные. Вот такое ощущение складывается, что учатся... Учат не детей, а родителей. Очень много нагрузки, очень много занятий дается, но дается то, что дети сами самостоятельно решить не могут в первом классе. Получается, повторно учатся дети. И еще хотелось бы на будущее. В школе преподается одно, а экзамены сдают совсем другое. Хотя бы пересмотрелось бы школьную программу, чтобы родители не нанимали репетиторов. Получается, дают дание одно, а экзамены сдают совсем другое. Почему же тогда учителя не могут дать знания тем детям, которые сдают ЕГЭ? Те, которые нужны на экзамены. Да, абсолютно с вами согласна. Вот мы только что говорили про то, что там три участника, да, ученик, родители школы. Но вот смотрите, у нас сейчас такая ситуация, что большинство родителей вынуждены прям очень хорошо работать. С утра до вечера мы посвящаем... У нас должна расти производительность труда. Мы же понимаем тоже, что от нас тоже требуют определенных инвестиций со своей стороны. И, конечно, мне бы, как родителю, мне бы хотелось переложить на школу часть вот этой ответственности. То есть мне бы хотелось понимать, что если я отдаю ребенка в школу, то там не будет чего-то необыкновенного, каких-то танцев с бубнами. Там будут те знания, которые учителем удаст, а потом в конце года спросят. Или, например, вот он отучится там 10-11 лет, а потом в конце этого срока обучения его спросят, и он ответит ровно то, собственно, что он учил. Чтобы я не бегала, не думала, как мне это улучшить, как мне повлиять, как мне там пойти договориться с учителем, чтобы давайте еще несколько уроков проведем. То есть как будто бы какой-то сбой здесь происходит. Но вот не очень понятно, в каком месте. Алена, возможно, но заметьте, мы ушли от темы экзамена. А мы так тактично оттуда. Мы, правда, ушли в тему работы школы. Вы с этого начали. Сказали, что где-то... Ну, наверное, там есть определенные проблемы. Там есть... Ну, это тематика отдельных, наверное, разговоров. То, что мы видим. Мы видим перегрузку учителей. Это правда. Мы видим возросший возраст, среднее учительство. Да, молодые учителя приходят в школу, но, к сожалению, зарплата их далека от той, ну, вот, чтобы это было прям вот... Комфортно. Все сказали вау, и все пошли работать в школу. Вот. И это вот эти проблемы, которые, к сожалению, потом зачастую приводят к тому, что учитель меняется от класса в класс, меняются требования, дети не успевают приспособиться. Дети не получают обычный, без вау-эффекта, так сказать, не получают школьные программы. Вот. И дальше мы получаем то, что получаем, и уже высказываем зачастую обоснованные претензии. Ребят, почему же так получилось-то? Но и сказать, что, ребят, ну, по крайней мере, поговорить с собственным ребенком, так сказать, что он делает в школе, что он получает, не получает, вовремя эту ситуацию как-то заметить и постараться купировать, это тоже очень важно. То есть, по большому счету, сейчас те пробелы, да, в школе, которые в силу разных причин не закрываются, вынуждены закрывать родители сами. Да? Получается так? И зачастую репетиторство. Да. Вот. И, к сожалению, действительно, потом на это тратятся деньги, но это, по сути, зачастую просто проблема. Причем проблема среднего звена. Если мы говорим уж про школу, так сказать, жалко, что отключился коллега, но проблемы в советской школе были как раз в среднем звене, с пятого по восьмой класс. Лучшие учителя были в старшей школе, вот, началка всегда была впереди планеты всей, вот, и по данным международных исследований тоже, кстати, по грамотности чтения. Ну, что характерно, наши дети вот еще с конца девяностых годов, они быстро читали, но с пониманием всегда были проблемы. А некоторые так и выросли, и ничего не сменилось. То есть читаю быстро, но понять, что прочитал, не могу. Есть такое дело. Наталья из Хабарска к нам дозвонилась. Наталья, здравствуйте, мы вас слушаем. Да, здравствуйте. Вы знаете, вот эта полемика про ЭГЭ, я считаю, что это бесполезно. От этого экзамена мы никуда не уйдем, потому что разработчики это все-таки очень ответственные, серьезные люди, профессора, да, целый институт. Но, чтобы достойно подготовиться, у нас же очень много есть методических разработок. Возьмите КИМы, открывайте банк открытых заданий по ФИПИ, Федеральный педагогический институт педагогических измерений. Все задания там прорешиваются. Так вот вы сами об этом и говорите. Открывайте, смотрите, решайте. Подождите, там ничего сложного нет. Так нет, я не хочу этим заниматься. Я не хочу этим заниматься. Я хочу, чтобы мой ребенок получал знания в школе. Я не хочу платить деньги. А не надо вам ничего платить. Вам не надо заниматься. Но? Пожалуйста, ребенок ОГЭ. Он же сдает ОГЭ. ОГЭ. Он же уже прекрасно знает, какие он выберет себе экзамены, да? Значит, пожалуйста, садится сам и занимается. Вы в это верите? Да я сама этим занимаюсь. Я не верю, что ребенок сядет и будет сам это делать. Ну, простите, пожалуйста. Будет, если у него цель есть. Ну, подождите. Он же поступает все-таки в ВУЗ, высшее учебное заведение. Есть методические пособия для родителей, для учителей, даже для учеников есть. Есть, пожалуйста, учебное методическое пособие для экспертов и председателей этих комиссий. Там все сказано, все, все элементарно. Есть специальные учебные программы. Все, все вот есть. Посмотрите, там же полностью все написано. Весь курс обучения, начиная со второго класса. И то, что говорят, что ОГЭ – это угадайка, да нет, я бы не сказала. Это очень серьезная вещь. Дальше. Что показывает современная действительность? Вот мои дети поступают, им же эти знания, они же лучше всех занимаются в институте. Если он очень хорошо сдал ЕГЭ, ему и в институте легче учиться. Я скажу про английский. Вот смотрите, там есть такие задания, как эссе. Там же логика, развитие, пожалуйста, свое мнение. Да если ты не знаешь английский, если ты не угадеешь, да, а устная речь, 20 баллов, да, пожалуйста, проект составляй на английском, отвечай на вопросы. Что ты там угадаешь? Тебе конкретно задают, да, вопросы, и ты конкретно отвечаешь. Да, Витя, Наталья, спасибо большое. Слушай, мы поняли. Я знаю, что вы эксперты в этой области, да, в области ЕГЭ. Спасибо большое, что подсказали нам вот эти все моменты, на что надо обратить внимание. Как говорится, ищущий и добрящий, здесь нет вопросов. Но мы как раз говорим о том, да, возвращаясь к посланию президента, о том, что... Вот почему родители должны в это вникать? Почему мы должны этим заниматься, а не школа? Вот вы знаете, я бы, наверное, во-первых, спасибо огромное Наталье, поздний вечер уже в Хабаровске, но я бы чуть-чуть акценты бы сместил. Вот дети... У нас еще пара минут. Все равно копируют нас с вами, родителей. И поэтому, когда мы говорим об интересе к образованию, да, все равно, мне кажется, что главная роль родителей, это вот так выстроить общение, чтобы было понятно, что, а, образование это очень важно и очень ценно, да, не важно какое, колледж, техникум, вуз, но образование, человек умный, потом себе дорогу найдет, умеющий думать. А во-вторых, дали возможность, ну, я сейчас не про репетиторов, да, про то, чтобы просто на это хотя бы обращали внимание. Вот, потому что есть действительно масса бесплатных курсов, но в чем с Натальей не соглашусь, я не... Ну, да, действительно, есть открытые банки, но мне кажется, что все-таки, вот, главное, это знание предмета, да, не нарешивание там чего-то на бесконечный результат, а именно знание предмета. И мне просто представляется, что по многим предметам это достигается как раз, ну, может быть, да, решением определенных задач, но все-таки осмыслением их решения. Вот осмысленности действий. Осмысленность нам нужна, по-моему, во всех сферах жизни, это, по-моему, самое главное, чему может научить школа, способности думать, да, вот, возвращаясь к Александру Олеговичу, принимать правильные решения и делать логические выводы. Всегда пригодится во всех сферах. Да, софт-скил. Насколько мы сегодня поняли, конечно, отмены ЕГЭ ждать не стоит, но, по крайней мере, те проблемы, которые в ЕГЭ есть, так или иначе, мы их сегодня обсуждаем, и они для каких-то изменений все-таки, эта ситуация назрела. Спасибо большое, Борис Валентинович, Борис Илюхин, старший научный сотрудник Центра экономики и непрерывного образования РНХИКС, был у нас в студии. У нас сейчас короткая пауза, сразу после продолжим. Кстати, поговорим о престиже науки и о том, как жить в маленьком городе. Продолжение следует...